Это пообщаемся о том, что мы сегодня будем рассказывать, какие у нас сегодня есть темы. На самом деле мы выбрали для открытия нашей серии вебинаров, сегодня чуть-чуть подробнее про это расскажем, первую тему, в которой мы рассматриваем вариант открытия. И это может быть тема близка на тех, кто хочет, например, второй салон открывать или только выбирает, с чего начать. Буду сегодня рассказывать две истории и более подробно о них остановимся. Это открытие салона с нуля и покупка уже действующего салона. И рассмотрим плюсы и минусы каждого из этого пути. Плюс, ну, в рамках бонуса, наверное, в конце я дам два инструмента по поводу того, как можно выбрать локацию для салона. Не всегда, ну, как-то не всегда все инструменты у нас лежат на поверхности, но достаточно простые. Но при открытии салона в Персоне их используем как часть этих инструментов. Игорь Владимирович Стоян, основатель сети Персона, президент ОПИК, наш старший товарищ, учитель, наставник. Игорь, вам слово. У меня есть 5-7 минут, и я бы хотел вот что сказать. Я свел в единую таблицу последние исследования нескольких крупных производителей. Не буду их называть, потому что данные не публичные. Ну, кроме там одних, принимал участие в исследовании Слореаль. На них тоже буду опираться. Потом есть исследование большой компании Озон. Валберес пока не делали. И на основании этих данных вот что происходит. Значит, на сегодня в стране около 140 тысяч салонов красоты. 140 тысяч. Из них, по данным нескольких компаниях, 75% принадлежит парикмахерам. Второе. Салоны красоты падают в своем количестве. И падение за 6 месяцев закупок в некоторых крупных производителей сократилось с 73-70% до 50%. То есть падение закупок упало на 30%. За счет чего сейчас растет рынок? Рынок растет за счет e-commerce. E-commerce – это онлайн-продажи. И они на сегодня завоевывают 20-30%. Это значит, что очень многие производители ушли в e-commerce, торгуют в онлайн. Это плохие новости для салонов красоты, потому что продукт есть везде, на Валберес, в Озоне. И это отнимает у нас часть нашего дохода. И оставшиеся 20%, 30% e-commerce, 50% салона красоты остаются. И, соответственно, 20% неумолимо захватывают рынок собственники парикмахера. Это данность. И последнюю, наверное, цифру растет количество закупок и количество по объему сетей. Еще в прошлом году это было 1,5%. За этот год выросло почти 4,8% рынка занимают сети. Это уже несколько тысяч салонов. И что значат эти цифры? Итак, салонов красоты становится меньше. Это почти как вымирающие народы. Безусловно, салоны останутся. И мои оптимистические прогнозы были, что салоны-одиночки, скорее всего, где-то будут 30%. Сейчас важно не путать салоны-одиночки, которые еще открывают парикмахеры. Я бы тут остановился. Парикмахеры, скорее всего, заберут процентов 50 рынка. 50 рынка. И составят в ближайшие 3 года более половины рынка. И где-то процентов 15 в течение 3 лет займут сети. Часть рынка уйдет в онлайн. Я имею в виду обороты. И что еще здесь важно понимать? Когда мы спрашиваем у парикмахеров, вы знаете, я вернулся на выходных, провел с Эстель. И было около 300 человек из Крыма, из Сибири, и с центральной по Волжской частью. И когда мы спрашиваем, поднимите руки, кто работает в салоне красоты. Всего поднимает 20-25 процентов руки. На вопрос, кто работает на себя. Сейчас я поясню, что это такое. Поднимает 40 процентов руки. На себя это те, кто снимает место в аренду. И условно работает как самозанятый. И на третий вопрос, у кого есть собственные салоны, поднимает еще 35 процентов рук. Это парикмахеры, у которых уже есть собственные салоны. И надеемся, они платят налоги. Вот такой рынок. Вот такая ситуация. Какие у нас проблемы? Какие вызовы ждут? Я такую подводку перед парнями сегодня сделаю. Еще три минуты у вас займу. Какие вызовы? Первое. Большой часть рынок уходит в онлайн. Скорее всего, Валберис, Озон и другие маркетплейсы начнут продавать услуги. Это неплохо. Но при этом они откусят у нас большую часть оборота рынка продаж. И уже это делают. Пытаюсь разговаривать с Озоном и с Валберис для того, чтобы как-то снивелировать и, например, наложить вето на продажу профессиональных продуктов, профессионального красителя или урегулировать этот вопрос. Значит, эта ситуация не похожа. Я тут сейчас как эксперт с 27-летним опытом в бьюти-индустрии заявляю, что такого не было никогда. И понятно, что, скорее всего, мастера, это логично, что будут забирать долю рынка. Почему? Я вам скажу, почему. Мы, собственники, перестаем быть прослойкой, которую можно кормить, потому что экономика падает. И если собственник не встает за стойку или не берет ножницы, или не встает у лазерного аппарата на эпиляцию, то он должен либо развиваться и делать мини-сеть, или присоединяться к крупной сети, или ему очень сложно будет остаться в этой прослойке между мастерами и клиентами. Это прям очень важно. не было никогда такого е-коммерца и 20, и, соответственно, рынок 20% будет уходить туда, и, скорее всего, онлайн-продажи заберут у нас большую часть оборота и съест маржу ритейла у нас. Поэтому, что с этим делать, мы расскажем вам в конце июля на наших вебинарах. И хорошие новости, что парикмахеры будут открывать салоны, и им придется идти наш путь. Как кто-то написал недавно в наших чатах открытый бизнес, открытый клуб бьюти-бизнеса или наш курс со скиллбоксом, что добро пожаловать в ад. Кто-то написал мастерам, имея в виду, что, друзья, платить налоги, балансировать с поставщиком, увольнять и принимать людей, развивать. Это огромный труд, и парикмахеры встали на этот путь своего развития. И добро пожаловать в большую работу. И что мы предлагаем? Мы с коллегами, мы с коллегами, это Виктор Соколов и Сергей Таймуров, сегодня запускаем серию вебинаров бесплатных. Для чего? Когда-то в пандемию мы запустили с Тиджи наши бьюти-бизнес-зарядки из Лореаль в рабочий полдень. Пока Вэлла и Ревлон дремали, мы раскачали и дали, на мой взгляд, много поддержки. Поэтому время непростое. Решили вернуть такие настройки, включить вас ритм. и в этом марафоне будут принимать шесть экспертов, шесть направлений. Виктор, наш мастер цифр точных будет рассказывать про онлайн маркетинг, как настроить, как держать ритм через цифры. Сергей даст онлайн и офлайн маркетинг. У нас новый член нашей команды Кира, Кира, которая будет давать точные инструменты по работе с персоналом. Прямо сейчас она бьется, бьется в работе с персоналом. Анна Соколова даст про ритм обучения и про цифры. Анна Пущина будет рассказывать про единый торговый дом и про скидки. В общем, ждем вас. Будем давать подарки на каждом этапе, какие-то подключения к единогому торговому дому, какие-то общие наши скидки, которые накопились. Я знаю, что сегодня Виктор ждет, Виктор даст какой-то приятный сюрприз. И кто в Москве, мы ждем, приглашаем людей завтра к нам на нашу управляющую компанию, на ритм. Почему мы это делаем? Внимание! Три важных вещи, которые завещал нам Рокфеллер. Первое. Данные. Локации, которые мы высиживали и смотрели в окна, и замеряли трафик своими глазами, уходят в прошлое, и теперь локацию можно отцифровать. И сегодня Виктор это даст. Цифра рулит, цифра исцеляет, цифра помогает нам настроиться. Но цифра это не все. Второе. Нам очень важно настроить приоритет. Мы специально настроили шесть основных спикеров по разным направлениям на 360 градусов индустрии. Это финансы, обучение, работа с лидером, состоянием, цифра, маркетинг, персонал. И очень важно всегда фокусироваться. И в июле будет фокусировка сегодня, например, на цифры и на маркетинг в следующие выходные или через две недели на персонал, потом на коммуникацию. Поэтому очень важно фокусироваться, жонглировать, жонглировать своими фокусами и вниманиями. И третье. Важен ритм. Рокфеллер завещал о ритме и поэтому ровно раз в две недели мы будем выходить в ритм. Скорее всего, никакого чуда, может быть ничего нового с точки зрения информации мы вам не скажем, но точно мы зададим вам ритм, точно поделимся рабочими конкретными какими-то вещами и третье. Мы дадим вам наше поле. Это самое важное. Мы дадим вам поле нашей команды и дадим вам поддержку в ближайшие два с половиной месяца. Ну, два, наверное, июль, август и сентябрь. Последний 10 сентября мы проведем мастер-майнд. Все вместе соберемся командой. А пока слово я передаю Виктору и Сергею. От меня все. Я дал небольшой обзор рынка, дал очень кратко информацию, с которой и как можно работать и дал три правила от Рокфеллера и Стояновой команды. Данные приоритет ритм. Итак, друзья, добро пожаловать. У Витя и Сергея остается 33 минуты на очень точные инструменты. Парни, включайтесь. Игорь, спасибо. Спасибо за емкое вводное слово правильно все. Вить, я включил тебе звук, поэтому так как у нас 30, уже 2 минуты, нам стоит начать по теме. Я готов. Мне еще надо презентацию включить. Вообще будет, Серег, просто бомба. Сделан мне организатором, наверное. Так, все, запускаю презентацию. Слушайте, тема сегодня открыть с нуля или купить готовый салон. Сегодня наша команда собралась в фотографии воедино. Давайте я коротко расскажу, чем вообще я занимаюсь в компании. Сергей, потом тебе передам слово. У меня две роли в целях компании есть, я их через них. Они не очень помогают, дополняют. В первой роли я собланили с одной из наших персон, персону Братиславской, а мы перед пандемией за несколько месяцев на нее перебудочный салон и вместе с командой его развиваем. Часто у меня очень много кейсов, связанные с ним. Сегодня у меня, наверное, впервые за полгода я не буду приводить кейсы со своего салона. Буду рассказывать и со своей второй роли руководителя управляющей компании FEM мы занимаемся тем, что открываем персоны и сопровождаем в том числе не персоны в открытии по маркетингу, чару, производственным директорам, это такие управляющие футболист-тренеры и туритейл. Вот. Больше буду из этой роли рассказывать, приберегу свой опыт управления салоном, свои больства и слезы, наверное, на следующие вебинары. Кто, может быть, видел первые вебинары, там мы вместе с вами слушали банкира, да, но сегодня не про это. У нас 45 минут, но уже Сергей сказал, что уже меньше. Сергей, прямо давай мне отсечки по 10 минут, иначе мы не уложимся, я могу тоже рассказывать. Все, первая отсечка началась. Витя, у нас видно какие-то черные штучки на презентации, если ты можешь убрать, будет прекрасно какие-то ловки. Вот, убрал, убрал. И, Сергей, там у нас вопросы появляются, тогда, если будут вопросы, я их не вижу, и мне, соответственно, маяку, и на какие стоит обращать внимание. Как раз на их 10-минутных отсечках. Итак, что сегодня у нас будет? Научимся оценивать локацию, сравним инвестиции в открытии, в ребрендинге, и посчитаем прибыль и оправильность. Ну, и в конце я еще дам немножко инструментов, которые вам помогут это делать, оцифровывать локации, не прибегать к очень сильным инструментам. Про какой формат открытия мы говорим? Мы говорим про бизнес, формат, который привычен к Херсоне, потому что у меня есть точность про деформации, я умею открывать профессионы или форматы бизнес-сегмента. Я буду говорить на этом примере, для меня близко. Я не буду говорить о том, что нужны какие-то очень дорогие люстры. Когда мы говорим про бизнес, мы всегда говорим про внутреннее содержание салона. Он должен быть удобным, удобным для мастера, удобным для специалиста. И для меня, наверное, одно из понятий бизнеса. И вот. Я все время вспоминаю одну нашей франчези, которая пришла и говорит, слушайте, я мечтаю, чтобы у меня была огромная люстра, очень клевая. Я ее видела в магазине, у меня в центре салона находилась эта люстра. И она ушла, по-моему, на месяц сожироваться в один из наших салонов как администратор. И после этого она приходит и говорит, слушайте, мне эта люстра не нужна, мне нужна удобная стойка регистрации, незакисающий терминал по оплате. И у нас будет специалист. Приоритеты всегда меняются. Я за бизнес, но не за трату инвестиций в то, что нам не приносит деньги. О каких форматах говорим, вот пример, что я имею в виду под бизнесом, пример открытия совершенно недавно в одном из наших салонов мы ввели филей. На дуэс-фотографии вы видите то, как мы входили в помещение, наши франчези, здесь был, если не ошибаюсь, рынный магазин. И в целом с небольшими инвестициями коллеги сделали такую красоту, начали работать буквально месяц назад. Здесь второй формат это не открытие с нуля, это когда мы прибрендируем салоны и взносим второе дыхание. Примеры брендинга, можете заметить, что здесь пол одинаковый, какие-то моменты тоже одинаковые, но он выглядит по-другому и мы вдыхаем жизнь салона и специалистам вот это убрали отсюда. Большие две полки ритреила, мы большое внимание уделяем ритреилу, поборемся с онлайн гигантами, будем бороться с сервисом. То есть одно дело, когда вы покупаете онлайн, вторая часть, когда вам рекомендуют конкретно вам какой-то упор. У нас достаточно большая доля ритреил в нашем салоне, порядка 15-20%, мы стремимся выше к этой части, уделяем большое этому внимание. В рамках ритреил можно увидеть. За оптимизацию пространства один из наших салонов недавно открылся персона Путинкова. Три рабочих места, одна мойка, стало четыре рабочих места и две мойки. Мы переделали комнату персонала, поставили туда две мойки. Я в целом за математику, и математика всегда у меня сходится тогда, когда есть четыре рабочих места. Мне так кажется, неудобно работать. У нас есть система грейдов внутри, и оптимально мы всегда смотрим в четыре рабочих места. Значит, вот то, что я имею в виду под форматами открытия, ребрендинга, те форматы, на которых я буду приводить свои примеры. Зачем проводим этот вебинар? Зачем я его провожу? Я расскажу свою мотивацию. Она, на самом деле, очень проста. Я всегда за то, чтобы знать мотивацию друг друга. Смотрите, у меня есть задача открытия салонов персоны до апреля следующего года. я ищу клевых предпринимателей и франчайзи, которые будут работать вместе с нами, открыть как персону, так и не персону. Соответственно, если кто-то из вас находится на уровне открытия, я хочу точно общаться и дать свою экспертизу в этой части, чтобы человек изложилась идея, блин, а может с персоной мне открываться? И это будет лучше, идеальное для меня завершение вебинара. В втором части я хочу поделиться своим контентом полезным, который вы собрали, а даже если вы не планируете открываться с вами, то всегда через структурирование наших процессов, когда мы делимся нашими материалами, всегда появляется что-то новое, обновляется. Это тоже клевая история. Вот, мне важно было поделиться, за честность поделиться зачем я это делаю. Чем понятнее мотивация друг друга, тем лучше. Переходим к теме по локации. Я на самом деле хочу познакомить вас с возможностью в том числе покупки в других салонах. Я сейчас что я имею в виду под ребрендингом? Я имею в виду, что когда мы взяли купили салон, у которых мы, я не имею в виду сейчас конкретно персон, опросу собственник ухватить готовый салон и он репрендирует, реструктуризирует процессы, которые там есть, может быть, делать косметический ремонт и потом выводит этот салон на другой уровень. Я хочу, чтобы этот вариант у вас тоже появился, если вы хотите открывать салон. Не обязательно это делать с нуля. Почему? Потому что сейчас очень большая тенденция, например, я точно вижу это в Москве и в крупных регионах, салон закрывается. Закрывают салоны как с большой историей, так и салоны, которые успели проработать год-два и, собственно, просто не вывозят все бизнес-процессы, которые нужны для функционирования салона. Поэтому достаточно много салонов, я сегодня несколько примеров вам покажу, продаются, и не все из них стоит покупать, но на это точно стоит обратить внимание. Вот моя цель одна из изложить идею о том, что не надо гнаться за открытием салона с нуля. Блин, посмотрите на рынок, их достаточно много, этих салонов, чтобы выдать что-то для себя возможно почти всегда. Я для себя собрал плюсы и минусы, потому что нифига при бренде не подходит, иногда нужно, приходится открывать салоны в новых локациях. Хочу сравнить две эти истории для вас. Первое расположение. Когда мы открываем новый салон, мы понимаем, что в целом можем открываться почти везде. Нам доступны любые форматы локаций, мы можем выбирать из большого количества, из достаточно большого количества локаций, которые открыты, но при бренде у нас есть схожая история, но мы не можем открываться в новостроках или в новых районах, потому что там еще нету инфраструктуры для салонов. Ну, например, открывается настройка нового ЖК, и они выделяют очень ограниченное количество коммерческих площадей для сероуслуг, в том числе полной красоты. И если вы не открылись в рамках ЖК, в рамках старта, в дальнейшем будет вам сложнее зайти. То есть надо ждать, пока кто-то разорится из салонов или не захочет работать дальше, не всегда это удобно. У нас есть пример, франчези, которые живут в этом ЖК, им, конечно, только один вариант открываться в этом салоне. В целом, в любом другом варианте можно найти подходящую локацию. Ленировка. Опять же, когда мы открываем новый салон, мы можем сделать любую планировку, ограниченную в целом только бюджетом нашей фантазии. в рамках брендерга нам еще нужно искать подходящую. Иногда собственник не хочет менять ничего в помещении. Иногда я, на самом деле, за локаций, которые не имеют перегородок, за open space, в котором можно сделать большой зал парикмахерский и несколько кабинетов. Но часто я встречаю, что уже много-много перегородок, это нужно сносить, менять инженерию, иногда легче просто открывать новый. Поэтому здесь есть ограничения в рамках ребрендерга, что нужно найти подходящую локацию. Ремонт. Новый салон начинается из бетона, как я показал на примере раньше или после другого арендатора. Это тоже влияет на инвестиции. В ребрендерге в целом можно делать косметический ремонт. Самый недорогой ребрендинг одного из салонов, который назывался black and white, черно-белый, у нас стиль персона черно-белый, было потрачено около полутора миллионов приобрениям персона, и получился очень клевый вариант, как будто добавив туда просто косметические какие-то изменения. Почему важно, на мой взгляд, важно делать изменения при покупке салона? мы должны показать, что это новая история. Перезапустить в том числе, может быть, психологически перезапустить и команду, и клиентов о том, что мы начинаем работать по-новому. У нас другой салон, поэтому даже если вы покупаете другой салон, изменения, даже если там все хорошо, должны быть. Инвестиции. Опять же, я говорю про историю бизнес сегмента. Примерно я показал вам фотографии салонов, которые мы открываем в рамках инвестиций от 70 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, если мы открываем 100 квадратных метров, инвестиции порядка 7 миллионов рублей. Если мы идем в ребрендинг, то здесь на ребрендинг можно выделять 30 тысяч рублей за квадратный метр для косметического ремонта, и будет какая-то стоимость покупки салона. В целом, мы стараемся искать салона где-то в полутора, в диапазоне полтора-два миллиона рублей, иногда три. Сейчас чуть стало дороже, но попадается очень клевый, хороший вариант. Репутация базы клиентов это наши бонусы, которые могут быть, а могут не быть. Мы начинаем репутацию с нового салона, мы начинаем это с нуля. Да, у нас чистый лист, и мы заново формируем нашу репутацию. С точки зрения ребрендинг, здесь как повезет. Она может быть как положительная, работа на годами, может быть, как она работа на годами убитая. Здесь нам пришлось, когда мы купили салон, наверное, полгода работать над репутацией для того, чтобы ее изменить, поменять в плюс. не ошибаясь, карточка Яндекс у нас была 3.8, может быть, 3.9, и нам пришлось ее закрыть, а карточка Гугла где-то было 4, но мы ее оставили и стали дальше развиваться. База клиентов с нуля, конечно, открываемся с нуля. В ребрендинге она может быть, может ее не быть, но на старте я для себя увидел, что салон открывается хоть какой-то базой, так всегда лучше набрать клиентов, загрузить первых специалистов, не знаю, закинуть это внук лайк в фейсбуке, сделать рекламу там. Ну, то есть, короче, все равно инструментов у нас больше появляется, ну, правда, не всегда нам могут быть полезны. Просто это плюс, бонус, который может быть. Я не могу сказать, ну, для кого какой формат лучше подходит, мне всегда импонирует история ребрендинга, потому что это меньше инвестиций и можно поискать, потратить время поискать локацию с базой. Мы, в общем, так и сделали, когда купили, но иногда такие клевые локации появляются, что там невозможно купить салон и лучше делать открытие с нуля. Наверное, еще по бюджетам, по инвестициям тоже это различается. Вот, надеюсь, я смог хотя бы мысль заложить о том, что стоит рассмотреть салоны ребрендинга и не только покупку организации салона с нуля. Приведу пример в цифрах инвестиций наши рабочие документы. Справа, слева, давайте начнем, это открытие одного из салонов порядка 9 миллионов рублей появляется. Что мы сюда закладываем? Мы закладываем здесь наш паушальный взнос и роялти за первый год. У нас под дизайном проектом я еще подразумеваю всю инженер проектирование, ремонт, 2 миллиона мебель, проектирование, оборудование. Я говорил, да, что мы дизайнер отимеем, чем на оборудовании, бизнес я имел в виду. В общем, не буду далеко проходить проекты истории, здесь совершенно базовые истории. Единственное, я ничью вот эту историю, инвестиции в покрытие минуса. Обязательно, когда вы открываете салон, закладываете выход в точку безбыточности тогда, когда ваш салон будет сам себя покупать. Я встречал много салонов, которые не закладывали эту сумму, делали ремонт, открывались и понимали, что у них нет денег на кассовый разрыв. Это дополнительный стресс после открытия, это инвестиционные деньги или кредитные, которые необходимы для кассового закрытия и это дополнительные, дополнительные стороны. Лучше на чем-то сэкономить, на чем-то снизить свои расходы для того, чтобы не выходить в этот минус. Минус обязательно будет, я не знаю, не вижу предложения, в которых написано, что можно салон открыть и работать с первым месяцем в операционную прибыль. Наверное, может быть прям супер-супер эконом, когда не такие большие расходы операционные расходы, но если мы говорим о стадии бизнеса, то все равно мы открываемся с расходов в 500-600 тысяч рублей. Очень сложно выйти даже в ноль в первый месяц. Я про это еще попозже расскажу. Оплата инвестиций второго салона это примерно инвестиции на ребрендинг одного из наших салонов. Здесь 2,7 миллиона рублей. Предполагается, что в ребрендинге здесь будет заложено порядка 300-400 тысяч рублей на покрытие операционного минуса. Но здесь уже есть какая-то база клиентов, какие-то специалисты остаются, ремонт, когда они работают. Мы здесь можем выйти в плюс быстрее, чем нежели мы открываемся с нуля. Покажу пример, что мы открываем за 9 миллионов рублей. Это 4 рабочих места, 5-е дополнительное, может быть, визаж еще и дополнительные услуги. Две мойки на 4 рабочих места, маникюр, педикюр, зона ожидания, нейл, ну да, маникюр, педикюр, и в целом еще у нас достаточно большая зона ритейла получается. Ну и о персонале тоже мы не забываем. Вот такого формата салон. Окупаемость. Я сделаю паузу? Да. Сергей, скажите, все понятно? Виктор, ты вот показал, что можно за 9 миллионов открыть. Это ведь про бетон? Да, там был бетон, это была новостройка, как раз там, где мы заходим первыми, есть ограничения в открытии других салонов, соответственно, мы такие пионеры в этой части и делаем уже готовый салон. Это бетон, соответственно, есть большие расходы на вентиляцию, есть большие расходы на сам ремонт, это, наверное, самое основное, что у нас, что заложено в части ремонта. Оборудование пока заложено 2 миллиона, на том, что все равно у нас все про все примерно сколько выйдет формата, наверное, бизнес. Всем было удобно, и специалистам, и гостям. Витя, еще такой технический момент, у тебя на презентации вот эти черные квадраты никуда не ушли, сейчас их стало больше. Да? Сейчас меньше? Да. Нет, сейчас так же. Вот ты, да, я тебе отправил скриншоты, вот сейчас меньше стало. Ну, все, справляюсь. Ну, ладно, собственно. Так, значит, про инвестиции, давай резюмировать по поводу инвестиций. То есть, ну, понятно, про бетон 9 миллионов, значит, ну, у нас были салоны, которые мы открывали за 20 и за 30 миллионов, там, ну, бесконечное количество денег можно в это вбухивать. Вопрос, который мы сейчас следующим придем, это про окупаемый. То есть, есть предельная стоимость инвестиций, предельное количество инвестиций, которые можно вложить в салон для того, чтобы он был бизнесом, а не игрушкой. Ну, да, наверное, я вот эти цифры показал здесь, для меня вот здесь 110 тысяч рублей за квадратный метр, это, наверное, предельная стоимость инвестиций, на которую стоит обращать внимание. То есть, если 100 квадратов, не знаю, в торговом центре, то есть, обычно повышенный тариф вот эти 110 тысяч рублей, это на торговый центр класса А, где нужно больше списываний, нужно больше инвестиций на открытие, ну, там просто расходов, расходов несколько раз больше. Вот, если берем 100 квадратных метров, это 11 миллионов, максимально, наверное, на 100 квадратов, которые я бы предлагал бы закладывать. Если сумма больше, то смотреть точно свои расходы, смотреть то, что оценил клиент, и не будет избыточно. В целом, можно уложиться там 70-60 тысяч рублей квадратных метров, 100 квадратных, наверное, самое предельное можно открыть, на мой взгляд, бизнес за 6-7 миллионов рублей. Вот. Примерно, те же 100 квадратов, да, мы ребрендинг покупаем салон за полтора миллиона рублей на 100 квадратов и, не знаю, вносим там еще 700-800 тысяч на ремонт, и у нас в целом точка более-менее работающая получается за 2,5 миллиона рублей. Мы можем смело выделять 2 миллиона на маркетинг, операционный разрыв, там, пушальный взнос, и мы комфортно помещаемся в бюджет 5 миллионов рублей в ребрендинг. Ну, для меня, наверное, конечно, в ребрендинг, блин, ну, клевая история, я все время это говорю, я переживаю, что мало, часто используют, но это имеет место быть. Сложнее искать салона, но с точки зрения окупаемости это намного лучше. Ну, вот мы начали окупаемость прибыль, я решил продемонстрировать, да, дополнительной диской. Ответил Сергей на вопрос? Да, вполне, я думаю, что я такой катализатор вопросов, я надеюсь, что наши слушатели сейчас тоже их готовят, чтобы писать их под конец вебинара, и мы могли также отвечать на вопросы. У меня есть еще вопросы, они такие наводящие для того, чтобы информации больше мы дали, полезные. Поэтому, пока я сделаю паузу и дам тебе продолжить. Да, я о покупаемости прибыли сейчас открою, ты не скажешь, будет ли видно, видно ли, а нет, не видно, я уже сразу понимаю, делаю демонстрацию. видно ли такую очень страшную табличку, видно ли ее, Сергей, скажи мне, видно ее? я тебя не слышу, поэтому мне сложно коммуницировать с тобой, когда ты не разговариваешь. Вить, я, видимо, это элементы зума, которые перекрывают некоторые части презентации, но в основном все видно, я думаю, понятно, о чем речь, давай, вот, крой, и основная контентная часть видна. Я понял. Смотрите, это один из примеров салона, я показал его, пример бюджета салона, я показал его планировку, здесь заложен такой очень сдержанный сценарий по выручке, но что мне важно показать про точку безбыточной, вот, смотрите, мы рассчитываем точку безбыточной от 400 тысяч рублей до 1 миллиона 200, и это идеальная история, когда мы выходим в выкупаемость через 6 месяцев, уже не докладываем деньги в бизнес, а то у нас появляется определенный минус, кассовый разрыв, да, я сейчас его, ну, его покажу, собственно, у нас копится этот кассовый разрыв, видите, можно покрупнее цифры сделать, чуть-чуть на 100 масштаб, да, вот, у меня на 115, да, получилось, вот, после того, как мы начинаем, мы окупаем этот минус, начинается идти прибыль, я показал тоже несколько месяцев, при рентабельности, при выручке 1 миллион 800, у нас есть там рентабель, в самом старте, это в 10-15%, мы можем смело закладывать на прибыль порядка 200 тысяч рублей, и в этом случае мы весь проект, так, сейчас покажу, расходы 200, да, примерно 200 тысяч, мы можем окупить его за 2,5-3,5 год, и это, наверное, такая норма копаемости в бьюти, в бизнесе, после этого мы сможем зарабатывать порядка 20% рентабельности, а прибыли, это на самом деле, ну, берем 3-4 миллиона рублей, получается 20%, мы можем закладывать там 500-600 тысяч рублей, и этим мне нравится бизнес-сегмент, тем, что мы в целом неограниченная часть цифр, неограничена нашей таким, ну, чеком, прайсом, да, мы можем нашим среднему чеком расти, двигаться и, соответственно, повышать, повышать нашу удочку. В целом в среднем в салоне персоны мы где-то держим, наверное, 2,5 миллиона, 3,3 миллиона выручки, это позволяет порядка, наверное, 500-600 тысяч рублей получать, получать прибыли. Есть, конечно, салоны с большими выручками, но они не попадаются, я примерно на эту часть бы ориентировался. Вот, продолжу презентацию, продолжу часть презентации своей, делаю демонстрацию, а, пока ее не видно, да, так, технически переключаю, делаю демонстрацию. Сергей, ну, по-моему, я быстро иду, да, меня готовили сегодня к тому, чтобы не тратить много времени на лишнее, я еще тренировался. Вот эта штука я пришлю, она нужна для сравнения локации, наш такой первичный чек-лист, я всегда, когда у нас появляется несколько локаций, я как-то машинка чек-лист заполнить вот эту таблицу и прежде чем выбрать, остановиться на какой-то истории, написать сюда все все данные. Такие цифры исцеляют, когда вы увидите все-все вопросы, которые нужно будет задать, соответственно, вам становится более понятно, какой из локации, какая из локации для вас более выгодная. Критерии оценки вы можете тоже сами для себя определять, насколько это важно для вас, насколько это не важно и оценивать по 10-балльной шкале, фактически давать оценку и сравнивать между другими локациями. Я всех на чек-лист прошу сделать такую вот. Мы этот файл в телеграм-канал Сергей отправим. Хорошо, он здесь у нас останется, здесь Excel-энский файл, мы его туда вышли. Давайте, что важно, я посмотрю, расположение с точки зрения первая-не первая линия, видно ли вывеску, не видно вывеску, такие критерии закладывают. Пеший трафик, много ли людей будет рядом, нужно ли нам ориентироваться, нужно ли нам для пешего трафика, есть ли ограждающие деревья, особенно если мы смотрим помещение зимой, как будет происходить это летом, парковка, ну, в Москве это очень важно, в большинстве крупных городов тоже важно, я думаю, что, наверное, почти в каждом соседе, да, кто у нас находится рядом, красное-белое, или какой-то бизнес-центр, который может с нами поделиться, клиенты, конкуренты, рекомендую всем составлять карты конкурентов, каждому приходить, посмотреть, кто находился, ну, бывшие арендаторы тоже для себя понимать, почему они накрылись, бизнес не подходил, все равно навести информацию. Что важно, очень часто мы столкнены с тем, что невозможно размещать вывеску, с точки зрения бренда для нас это очень важно, потому что вывеска приносит дополнительных клиентов, когда ее увидит поток потенциальных посетителей. Наличие окон-витрин, в одной из наших планировок, которые я показал, нам тоже важно наличие витрины, потому что мы таким образом показываем нашу внутреннюю составляющую видность, и это является для нас тоже дополнительным маркетинговым привлечением. мы их интонируем, окна всегда открываем, ставим рабочие места перед окном на то, что салон живет, он функционирует. Мощность электричества тоже важна, будет ли вам нужно доплачивать, то нужно ли вам будет доплачивать за дополнительные киловатты, сколько стоит киловатт. Где-то на функционирование салона нужно 25 киловатт, и важно понимать, если у вас, например, 10 киловатт, это перестроенное жилое помещение, сколько вам будет стоит привезти туда дополнительную выявку. Отдельная вентиляция, слушайте, безумно важный вопрос, какая вентиляция стоит, есть ли вытяжка, нужно ее делать, потому что стоимость вентиляции, вентиляцию нам надо обязательно делать по всем нормам и требованиям, это раз, во-вторых, чтобы просто ваши сотрудники не заболевали и были комфортно гостям, вентиляция может стоить 400 тысяч рублей до миллиона 200, в зависимости уходности всего проведения, обязательно учитывайте эту историю. Канализация, где подвода воды, я всегда задаю вопрос, можно ли в любой точке поставить мой ког, или мне нужно будет придумывать, вести трубу по всему помещению, обязательно расчищайте этот вопрос, где точки вывода, можно ли их делать, можно ли это делать через подвал, потому что это тоже дополнительные расходы, которые могут появиться, штропить пол, если, смотря вам какое, такое себе удовольствие, поэтому, если это нужно делать через подвал, например, это вообще идеально. Срок арендных каникул, здесь тоже понятно, при открытии я всегда закладываю, что мы задумываем минимум три месяца арендных каникул, мы стараемся с арендодатами торговаться на эту часть, объяснять, что мы делаем хороший, качественный ремонт, и мы бренд, мы локация, вы можете взять те же аргументы для себя, готовим долгосрочный договор, ой, я, честно, не знаю, по-моему, нету, сейчас из чата, у нас были закрытия недолгосрочных договоров, почему на это стоит обращать внимание, мы уже сделали ремонт, все клево поставили, поставили в вентиляцию, у вас 11-месячный договор заканчивается, у вас прекрасное отношение с арендодателем, арендодателем, выходите, дружите с семьями, в какой-то момент арендодатель говорит, слушайте, ну я задал, не пробовал свою локацию, теперь владелец другой, долгосрочных договоров у нас нету, и теперь тебе нужно будет решать о продлении договора долгосрочного с новым арендатором, и все ваши наработанные отношения с этим арендодателем, они только что завершились, у вас какой-то новый человек, который будет принимать решение, работать с вами дальше или нет, если у вас уже хороший салон, хорошая выручка, он посчитает возможным поднять вам аренду и другие условия вам предложить, или вообще в случае, когда ребенок не забирал салон себе, поэтому это опасная история, идти в краткосрочный договор аренды, возьмите на себя весь тот процесс, который необходимо сделать для регистрации, его застрахуйте обязательно помещение, это тоже недорого стоит, но сделайте долгосрочный договор, переплатите с самого начала, не так много денег, но работайте с ним, но наличие документов, да, я здесь не буду вам застрять внимание, на этом пункте идеально смотреть это все вместе с юристом, потратить 5-10 тысяч рублей, проверить правосубственность и все прочее. Вот, по таким блокам мы начинаем первоначально сравнивать локацию, выбирать, если их несколько. Если есть вопросы, пишите, задавайте, я буду пока не стать дальше. Еще одна такая история, сравните количество запросов, особенно если у вас контекстная реклама популярна в вашем регионе, в Москве она очень популярна, посмотрите, сколько людей ищут салоны красоты в том месте, где вы хотите открываться, и сравнивайте эти запросы с другими. Еще может более такая сложная система, я ее не буду показывать, у фейсбука при настройке рекламных кампаний есть возможность посмотреть количество определенных целевой аудитории в районе по километрам жу. Вы тоже можете смотреть, какая у вас аудитория ряда. Но мне кажется контекстная реклама она честнее, я сейчас покажу, как инструментом пользоваться. Так, сейчас установлю демонстрацию и открою браузер и покажу как на примере это делать. Мы заходим, тоже скопирую, можешь отправить ссылку, сейчас я покажу. Мы заходим в wordstat.yandex.ru у вас должна быть залогинена, у вас должна быть учетка. Мы выбираем какой-нибудь регион. Если кто есть, кто хочет проверить, отправьте в чат что-нибудь. Берем только Москву выбрать. Например, я хочу посмотреть салон красоты на Бутово. Это регион Москвы. Я выбираю, смотрю, сколько у нас запросов на салон красоты в Бутово. Вот 4000 запросов люди ищут в салоне салона красоты. Можно, кстати, посмотреть, если вы покупаете какой-нибудь из салонов, посмотреть, есть ли он в этой органической выдаче. Люди сами ищут конкретное название салонов, какой-то для меня рейтинг популярности, посмотреть, есть ли здесь салон, который вы хотите приобрести или оцениваете возможность открытия. Здесь достаточно много популярных салонов, тоже можно смотреть, как они работают. 4000 – это очень клевый показатель. Здесь, конечно, у нас достаточно большой район. Вот я взял например, Чертаново. Посмотрим, сколько там запросов. У Чертаново открыться. Здесь уже меньше. Здесь 482 запроса. салон красоты Чертаново. Соответственно, тут тоже можно проверить, как салоны ищутся, какие они появляются. 482 неплохо. филии, например, можно посмотреть. Ну, в общем, я думаю, что суть я вам рассказал. Можно искать не салон красоты, можно искать парикмахерскую, можно смотреть, какие были окрашивания. Вы по конкретному району, используя спрос людей, можете для себя примерную сводку составить, вообще, какие салоны востребованные, какие услуги востребованные, как они часто ищут, потому что я за то, чтобы изначально спрос, как сказать, короче, удовлетворять спрос, который есть, и уже дальше идти в те услуги, которые не востребованы, их наоборот промоутировать. Вот один из вариантов, как можно проверить локацию на открытие салона. Так, и давайте еще покажем примеры. Я уже перед встречей начал искать, как купить салон. Она присоединилась к рисованию. Так, купить салон на премиум-класс в стиле лофт. Ну, смотрите, здесь мне кажется очень честная цена, 1 миллион 100, обычно под эту стоимость не продается салон, ну, как действующий бизнес. Мы покупаем с вами две вещи. Мы покупаем с вами ремонт, то есть мы экономим какое-то время на ремонте, которое мы могли потратить в открытии этого салона, и оборудование. По факту и бонусом нам может с вами прийти, смотрите, это бонус, не факт, что вы купите персонал, крестскую базу и вашу репутацию, это все будет придет вам бонусом. То есть надо понимать, что скорее всего персонал после вашей покупки может в этот же день уйти, и вы отдаете деньги не за действующий, не за готовый бизнес, а фактически за переступку договора, аренды, за локацию и за экономию ваших времени и денег. Как я размышляю, можно за миллион сто открыть такой салон? Вряд ли, хотя, конечно, он очень сложный, кажется, но здесь я вижу вентиляция есть, вряд ли мне нужно потратить деньги на вентиляцию. Я могу начать работать с этим оборудованием, то есть, наверное, оно того стоит. Если мне еще базу какую-то дадут, бонусы, вообще идеально. Я, кстати, был в этом салоне, потому что я понял, поэтому миллион сто, вообще хорошая история, предложение, я хочу здесь открыть персону, леглой комплекс. Вот, можно смотреть, ну, я смотрю обычно на бибосе, смотрю вот салон сел, такой портал, ищу, ищу локацию. Я, конечно, не всегда верю в то, что здесь написано. Ну, вот, не знаю, давайте посмотрим. Салон шесть миллионов с медлицезии в Митино, да, купал бы я его или нет. Ну, мне нравится, что здесь есть освещение, на оборудовании точно сэкономили. Ну, блин, мне вот уже не нравится, здесь, конечно, два рабочих места. Клевый ремонт, в целом, вроде я вижу, но на оборудовании оно такое очень простое, мне надо, соответственно, скорее всего, его, идеально его заменить. А так, в целом, неплохая история. Кстати, косметик, вот что мы покупаем, метраж, аренду 108, в целом немного, оборот, оборот, вот эти, можно прям сразу посчитать, полтора миллиона заявленный оборот, 180 тысяч аренда, соответственно, нет, я не верю, что это 260-300 тысяч рублей, скорее всего, он работает в ноль, или у него плюс, там, 50, плюс 100 тысяч рублей, потому что, давайте посчитаем, из миллиона 300 мы отдаем 50% на продукцию, на косметику, и мастерам отдаем, то есть, это у нас получается миллион 300, 600, 700, миллион 300 на 2, 700 там получается, чем-то, да, 685 тысяч рублей у нас с вами остается, мы 180 тысяч оттуда убираем, 180 тысяч 200 убираем аренду, плюс коммуналка 200, а, все включено, у нас остается с вами 500 тысяч рублей, мы платим администраторам пособки, в общей сложности 400, платим налоги, у нас как минимум 6%, если это идет, нам 2 тысячи, наверное, 50 тысяч рублей, ну, я думаю, что мы вот уже вышли за пределы 300 тысяч рублей, ближе к 150, но в целом это неплохой вариант с точки зрения старта, мне не хватает здесь количества рабочих мест, я за другую экономику, плюс, что есть медлицензия, вот, не хочу рекламировать никакие салоны-сервисы, да, но это инструменты, в котором в целом можно искать рабочие салоны для продажи, и таким образом размышлять, ну, полтора, да, у нас, смотрите, у нас же есть с вами модель, да, я сейчас ее с вами покажу, где она, сейчас, видимо, страцию мне нужна, я сделаю, вот, покажу, покажу модель, да, мы выходили, вот, например, полтора миллиона, да, сколько мы планировали зарабатывать, полутора миллиона, 74 тысячи рублей, чуть выше, это 150, мы планируем эту часть зарабатывать, я за честную такую оценку, чтобы знать, и здесь, по-моему, аренда сколько, аренда, аренда, мы закладываем сюда аренду, пропустил аренду, прошу прощения, что я быстро это делаю, бабовая, получаем, нашел я аренду, но она на 150, 150 тысяч рублей, заложено, а вот аренда помещения, 200 тысяч рублей заложено на помещение, чуть дальше начинает расти, процент, наверное, наверное, так примерно и происходит, так, я, на самом деле, закрываю демонстрацию, туда разошлете, да, в чат выложим мы ее, вот из-под, который ниже, уже в презентацию, еще что-то, да, мы отправим в телеграм-канал полезный контент, у нас уже, в принципе, посты распланированы, так что подписывайтесь на телеграм-канал, мы в чат отправили ссылку, чтобы не пропускать наши эфиры, ссылки, полезный контент и прочие приятные вещи, которые мы будем вам писать. Видите, у меня, я сейчас попрошу всех подумать о вопросах, которые возникли, которые можно будет задать, еще у нас есть около 10 минут, вот, и, ну, я, наверное, наводящее бы хотел тебе рассказать, опять куча квадратов, которые мешают отсканировать твой инстаграм. я все убрал, я все убрал. Контакты Виктора, их можно записать, написать, отсканировать. Вить, я накидал такую схему, да, то есть я сегодня прослушал вебинар, я сегодня был как слушатель, такой помощник-модератор, и я себе задал вопрос, а кто я, кто я мог бы быть из тех людей, кому это могло быть интересно. Я трех, три категории выиграл. Первое, это я человек из бьюти, либо специалист, либо владелец, и хочу салон, либо свой первый салон, либо там второй, третий, что-то в этом духе. Такой может быть, такая целевая аудитория есть. Ну, можно плюсик поставить, да? Да, мы с тобой рассуждаем, да, можно поставить плюсик, например, да, это я. Например, вторая, да, аудитория, какая может быть, я не из бьюти, но хочу бизнес, либо я Юлию рисую на презентации. Это тоже хорошо, такая тоже, такая аудитория. И третья аудитория, это я владелец салона, хочу, владелец салона, хочу перемен, да, это про, может быть, про ребрендинг, да, взять свой салон, сделать с ним что-то эдакое, например, повесить вывеску персоны. Такое тоже делали уже неоднократно, и это приводило к хорошим результатам. Вот, но дальше я начинаю рассуждать, это же не все, то есть здесь определить нельзя, что вот, я этот, 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 там есть еще определенные свойства у этой аудитории, какой-то из этой аудитории, это инвестиции. Какие у меня инвестиции есть, да, например, до 5 миллионов, ну, в принципе, можно рассматривать, там, вход в бьюти, вот, 5-6 миллионов, там, если меньше, то это уже вопрос, наверное, не про салон, а красоты полного цикла, а про какую-то ногтевую студию, да, либо про эконом-сегмент. А я напомню, мы сегодня говорим про бизнес-сегмент, так как мы все-таки эксперты именно в бизнес-сегменте, и на другие сегменты пока не покушаемся. Вот, поэтому такой минимальный вход, давай, уже 5 миллионов, но не будем забегать вперед. Следующая, да, категория, это у меня до, у меня около 10-12 миллионов, и тут уже основательно можно из бетона начать, соответственно, открытие с нуля, такой, или купить два салона. Да, либо купить два салона, тоже хорошая история. У нас, наш крайний франчези, один из крайних франчези, но не в смысле виноватый, а в смысле по количеству. Последний франчези, я не знаю, что слово боюсь. Я просто не хотел слово последний говорить, потому что у нас все-таки план 50 салонов до конца года открыть. Так вот, сразу три салона, три персоны, и это сильная нагрузка, но давайте, Витя, не будем скрывать, что там опыт в бьюти 10-летний, мощный, поэтому я бы не советовал, может быть, Витя советует сразу два открывать, я засомневался. Вот, и есть третья категория, это когда нет ограничений финансового, хочется стильно, модно, молодежно и дорого. Такой тоже запрос бывает, он очень редкий. Тогда мы сделаем эти ограничения. Да-да-да, Витя как раз не отговаривает, если ограничения, то я делаю. Ну, блин, бизнес должен значить деньги. Дальше рассуждаем про, да нет, Витя, отлично, спасибо, живая беседа. Дальше рассуждаем про аудиторию, про типа будущего владельца бизнеса. От денег уже от хотела, как от того, кто вы, зависит формат открытия. Это либо открытие с нуля, это вот про бетоны, когда все очень сложно. Это когда, Витя про что говорит, что классно найти салон, который закрывается, либо уже закрылся, выкупить его и сделать ребрендинг. И третья часть, это когда вы думаете, что делать с вашим салоном и нужно выйти куда-то в другую сторону. Но и это не все. Я все равно дальше продолжаю рассуждать. Потому что, ну, например, я определился, что я там не из бьюти, но хочу салон. Я определился, что это бизнес-сегмент, потому что мне понравился Витя и Сережа, и Игорь, очень классный мужчина с таким опытом. У меня есть 7 миллионов. И Виктор меня уговаривает найти чужой салон и ребрендировать его, но я все равно посматриваю на открытие с нуля, потому что вроде как можно влезть в эти инвестиции. И тут возникает финальный вопрос. А что делать с брендом? Что мне вешать? Персону, Точку, там, не знаю, Моне, Топган и еще прочих конкурентов. которых я сейчас рекламирую бесплатно. Либо сделать свой бренд, назвать его Golden Romashka Beauty Spa Resort, как турки любят отели называть, и начать раскручивать эту тему. И вот как раз-таки, ну да, например, по фамилии назвать. И вот здесь ключевой вопрос, что вам даст бренд, и какой бренд что вам даст, и что у вас он заберет? Я эту тему буду развивать в следующем вебинаре, который буду, буду уже я спикером, а Виктор будет ведущим. Я со стороны маркетинга расскажу преимущества открытия салонов персоны перед собственным брендом. Вот. Я такую логику проследил в твоем выступлении, и если она адекватная, то задавайте вопросы. Либо не задавайте вопросы, а приберегите их, например, для чата в Телеграме. Мы сделали для вас тоже чат обсуждения, где можно будет задать вопросы, которые позже догонят вас, подискутировать с коллегами и так далее. То есть, ну, нетворкинг – это здорово. Дорогие, были ли у вас, есть ли у вас вопросы? Вот. Кстати, пока вижу вопросы. Да, да, у нас. Добро пожаловать, у вас. Я тоже посмеялся. Я тогда продолжу, пока вопросы готовятся, части. Смотрите, Игорь про это тоже начал говорить. У нас завтра будет собрание управляющей компании, наших франчайзи, партнеров, с кем мы работаем. Оно достаточно камерно проходит, то есть мы собираем 30-40 партнеров, кто работает вместе с нами, владелец салона высоты, и подводим итоги месяца. Смотрим цифры, награждаем лучших специалистов, даем полезный контент. Есть две темы, которые мы хотим по качеству и периодически много осветить. Если вы в Москве и хотели бы прикоснуться, посмотреть, вообще, ну, неважно, есть ли у вас открытый салон или нет, напишите мне в личку или на почту в Инстаграм. Я человек 3, наверное, 4 могу с собой взять дополнительно на это собрание управляющей компании. Вы можете посмотреть цифры, общаться с всеми в конце и задать вопросы, если вы только-только открываетесь. Ну, посмотреть на тех, кто уже 10 лет работает, на тех, кто только открылся, если они дойдут до нас, необычно, очень уставших после открытия. Вот. А вы же можете с нами знакомиться. Мне в личку, на почту, в Инстаграм, Сергей тоже может об этом писать. И вторая часть, я тоже буду готов дать хорошие условия на первичный анализ аудит салонов. Если вам нужно от нас коммерческий аудит салона, и бы свой, либо вы хотели купить, она стоит 50 тысяч рублей, мы участникам вебинара можем дать 10 процентов скидки. И тоже пишите мне или Сергею по поводу этого. Как я сказал, у меня задача открывать 50 салонов. Я буду продолжать эту тему, тему делать. блин, ну, клево. Сейчас идем в открытие. Я в таком драйве нахожусь. У нас большая команда, 25 человек, управляющие компанией. сейчас прямо набираем обороты. В целом, пишите, наверное, задавайте вопросы. Я со своей контентной частью. Все. Сергей, есть ли у тебя что сказать? Спасибо. Спасибо за то, что слушали нас. Спасибо за то, что будете слушать нас и читать наши посты. Мы будем для вас полезными. И история с бизнес-зарядками будет продолжена. Спасибо, коллеги, и до новых встреч. С этим всем красивым. бьюти. Всем красивого бьюти. Это хорошее бьюти. Все. Тогда всем на связи. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok